короткое видео для youtube канала аградвиж бывают такие встречаются проблемы на томатах круговое растрескивание не лучевое лучевой тоже такое встречается но это будет отдельная тема а именно круговое растрескивание на плодах томата кое-где такое может встречаться на растениях на плодах вернее здесь нужно поискать а вот есть круговое растрескивание оно связано с тем что был перепад перепад в активности роста и развития самого растения допустим растение росло развивалась плоды в таком состоянии они росли они наливались и создавали будущий хороший урожай появился стресс появилась стрессовая ситуация условия и растения возможно сбросила часть корневой системы либо сбросила часть там микро корешков волосков которые питают растения как их восстановить тоже будет на эту тему видео и отдельная тема которые являются не самим корнем несущим а которые питают растений такие микро их не в основном не видно они сбросились и растение замерло растение не развивалась потом стенки стенки клеток или вообще плотно наружная часть она немножко устарела стала более грубой не такой эластичной и условия резко стали лучше для развития и плод и россия начала развиваться и следствие продолжать качать плод и он начал развиваться наливаться и изнутри растягиваясь так вот раздаваясь по окружности раздавать по окружности то есть от центра раздается в одинаковые условия в одинаковые стороны и огрубевшая ткань не такая же эластичная начинает трескаться иначе он наливается начинает резко как сделать профилактику таких заболеваний усиленно как кормить калием во время стресса или перед стрессом готовить растения работать антистрессантом допустим мы знаем что заработал на либо дождь либо что какие-то стрессовые ситуации мы работаем антистрессантом заранее во время стресса в во время стресса когда в примеру сегодня была холодна сегодня была лишняя влага, что-то растение испытало не такое, как надо. Мы это чувствуем, мы это ожидаем, мы это знаем. На следующий полив мы вносим корни стимулятора, чтобы восстановить корневую систему, которая сбросила микрокорешки. Это в следствии того, это не в следствии перелива, это в следствии того, что растение остановилось в росте развития, и потом через какое-то время после простоя налива плодов двинулось, двинулось развиваться и качать наши плоды. И плоды начали развиваться, а ткани не смогли идти в ногу со временем развития плода. И они радиально начали лопаться. Лопаться ткань. Она затягивается и можно ее реализовать, но это немножко портит внешний вид. А лучевой это перелив, когда лучами. Ну, про перелив мы еще поговорим. Так что, профилактику таким рассрескиванием нужно делать, убирая у растения стресс и добавление в питание калийных удобрений. Это не кардинально уберет проблему, но это немножко процент снизит. И еще замечено, чем меньше плода камер, тем больше он к этому подвержен. Многокамерные плоды к этому раскресыванию не подвержены. Отличная загрузка. Во Львовской области плодами в среднем на этом гибриде. Я просчитывал если просчитать все кисти, в среднем 30 плодов на кисти на этом томате. Какой томат мы на ютуб канале не будем пока разбирать, но фермер знает так. И чем меньше камер, там 3-4 камеры более подвержены плод к этому. А многокамерные к радиальному растрескиванию не так. он больше к лучевому растрескиванию, который является более негативным. Так что если было это вам видео полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на ютуб канал Агродвиж и комментируйте какие темы вам были бы интересны и актуальны на нашем ютуб канале.